В этом году в рамках национального проекта «Культура» на создание современного библиотечного пространства детская библиотека на улице Шубинах получила 10 миллионов рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт помещений и приобретение современного оборудования. Прежде чем принять участие в проекте за счет муниципального бюджета чуть более 5 миллионов, капитально отремонтировали крышу, фасад, отопительную систему, установили новые окна. Руководитель централизованной системы детской библиотек рассказывает, как будет выглядеть одно из пространств второго этажа. Это, скажем так, экспозиции выставочные, если смотреть сверху. Здесь игрушки, книги, то, что любят дети, да, все красочное. Вот в этой зоне здесь компьютеры для детей, то есть они сюда приходят поработать, все, что нам связано с компьютером, вот в этой зоне. Wi-Fi. Рядом зона периодических изданий, настольные игры. Модельная библиотека подразумевает под собой организацию нового библиотечного пространства с мобильной мебелью. То есть в любой момент, если нам нужно будет организовать в любом помещении какое-то открытое пространство, мы можем его с помощью этой раздвинуть мебель и организовать это пространство для любых мероприятий. Любопытная деталь. Только здесь, в Ивановской библиотеке, появится новая техника. Система радиочастотной идентификации. Эрфит будет использоваться для обслуживания, комплектования фонда, для обработки литературы и проверки фонда. В нашем регионе работают 325 библиотек. Из них уже 4 оборудованы по модельному стандарту. Первые библиотеки в нашем регионе появились в 2020 году. В 2021 году еще две модельные библиотеки. И в этом году откроются два новых пространства в городе Иваново и в городе Тейково. Современные библиотеки перестали быть только пунктами книговыдачи, прокомментировала Наталья Трофимова. В современной библиотеке появилась новая форма работы – библиопродленка. На базе Новоталевской библиотеки второй год работает летний лагерь. Модельные библиотеки активно востребованы, пользуются среди населения, не только детей, но и взрослых. Детские библиотеки сегодня стали центрами семейного досуга. О том, что народ идет в библиотеки, говорят цифры. За пять месяцев нынешнего года посещаемость выросла более чем в два раза. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания Барс.